Первая книга Паралипоменон Глава четвертая Сыновья Иуды — Форес, Есером, Харми, Хур и Шавал Реаия, сын Шавала, родил Иахафа. Иахаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. Иси сыновья Етама, Изриель, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Гацлелпони. Пенуэл, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фикои, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара, Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари, это сыновья Наары. Сыновья Хелы, Церев, Цохар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева и племена Ахар-Хела, сына Гарумова. Иовис был знаменитый из своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняй меня от зла, чтоб я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Тихинну, отца городов Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа, Гофаниил и Сирайя, сын Гофаниила — Хафаф. Меонафай родил Офру, а Сирайя родил Иоава, родончальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Ефонина — Ир, Ила, Инаам. Сын Илы — Кеназ. Сыновья Иегал-Лелела, Зиф, Зифа, Ферия и Асариел. Сыновья Езры — Иефер, Меред, Эфер и Иолон. Иефер же родил Мирома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешремои. И жена его, Иудия, родила Иереда, отца Гедора, и Хефера, отца Соха. И Иякуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери Фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его, Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфимоа, Махатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Зохеф и Бензохеф. Сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мореши, и семейство выделывавших Вессон из дома Ашбеи. И Иоаким, и жители Хазевы, и Иоах, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Муаве, и Иашувилихем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона, Немуил, Иамин, Иарив, Зирах и Саул. Шалум сын его. Его сын Мивсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы, Хаммуил, сын его. Его сын Закур, его сын Шемей. У Шемея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочислено, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Маладе, Хацаршуале, в Белге, Витсеме и Фаладе, в Бефуиле, в Хорме, Циклаге, в Беф-Мар-Кавофе, Хацар-Сусиме, в Беф-Береи и Шаариме. Вот города их до царствования Давидова, с селами их, Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, пять городов. И все селения их, которые находились вокруг всех городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мишавав, и Амлех, и Иосия, сын Амасии. Иоил, и Иегу, сын Иошиви, сына Серраи, сына Асиилова. Ели-О-Я-Най, Иакова, Ишохаия, Асая, Адиил, Ишимиил, Иванея. И Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаин, Идаи, сын Шемрия, сын Шамаани. Сии, поименованные, были князьями племен своих, и дом отцовых разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтоб найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучное и хорошее, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии, по именам записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбище для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сиир пятьсот человек, Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их, и побили уцелевший там остаток амалики тян, и живут там до сего дня.